Друзья, мы продолжаем писать интервью на Warface Open Cup и сейчас пообщаемся с ребятами из Arena Stars. Вы их, наверное, узнали и уже помните прекрасно. Ну, я все-таки их еще раз попрошу представиться. Ну, расскажите, как у вас дела за этот сезон? Что нового? У нас вообще обстановка очень отличная. То есть все настроены, ну, как сказать, мы на позитиве в основном. И Open Cup осень нам очень дал такую хорошую мораль, когда мы обыграли Рокетов, отправили их на третью строчку. Потом уже, ну, единственное, как все говорят, это была игра в одну калитку, либо мы, либо Рокеты. Но мы отдали отпор, все хорошо. В общем, и осенью мы, как бы, скажем так, поднялись на первую строчку. И мы не переставали, как бы, тренироваться и более-менее, ну, как-то даже больше, скажем так, тренировались. У нас были, конечно, некоторые траблы с игроками, например, ну, с Вовкой, который, к сожалению, не участвует именно сейчас из-за, ну, всеми известную, там, такой инцидентику им большой был с ним. И вот поэтому мы взяли взамену Шао. Мы не знаем. Шаолин. Ну, просто так получилось, что его забанили на один турнир. Ну, это Вовку. То, что он сыграл вместо девушки на каком-то турнире? Да, на фасткапе. То есть это было несуразное, это же, скажем так, неответственное такая в его, скажем так, деятельность его. В общем, но он немножечко у нас такой парень. Он поступил как настоящий Д'Артаньян, поддался чувству. Ну, это называется медвежья такая услуга, да, которая казалась ему боком. Ну, не суть. Сейчас он готовится, он не перестает тренироваться. И весной, может, он покажем, еще будет состав в Arena Stars. Будет вполне очень сильный такой. Мне тут сердечки показывает. Вот. А так у нас обстановка, все хорошо. Но единственное, что в начале, ну, когда начинался турнир, все вроде бы было хорошо, но ребят, случилась такая проблема со всякими, ну, сенсой, ну, с компьютерами, там что-то какая-то, трабла случилась. И, в общем, людей, ну, вот некоторых у нас, ребят, очень, как бы, скажем так, бомбит все, ну, не могут себе собраться. На сцене, да, потому что они не могут собраться, они могут играть в свою игру и думают постоянно о том, как бы все исправить. Ну, это, да, ну, ребята смотрели, сказали, все будет хорошо, потихоньку все настраивается. Ну, в принципе, это из-за этого задержалось на несколько часов. Да, да, из-за этого, но мы очень, скажем так, очень быстро придумали патч, тут же его написали быстро на Венду и помогли немножечко. Прямо на сцене вышли такие, написали патч. Ну, так в основном было, ну, перед турниром немножко, поэтому задержали немножечко. Вот. А так все отлично. Мы вышли в финал, сейчас ждем оппонентов. Там непонятная битва, ну, коварный дает очень хороший отпор Рокетам. Только что ВХ-шник вывел ребят на третью карту. Отличный показатель, отличная игра. Я думаю, все, все, что я могу сказать пока что. Что вы можете сказать по этому же вопросу? Ну, я первый раз сегодня порвал поиграть с мышкой Блади, мне очень понравилось, отличный девайс. Ну, в общем-то, все. В кавычках. Да. Понятно. Расскажите, как прошли для вас квалификации, потому что все говорят о сенсационных каких-то играх на квалификационном этапе. Ну, в квалификации мы как бы не участвовали. Мы были в пролиге. Это не тот состав, который вышел с таковых матчей и так далее. Мы показали отличную игру, мы вышли с первого места. То есть мы обыграли фаворитов, скажем так, но мы являемся фаворитами тех оппонентов, которые достойно против нас сражались. То есть мы их обыграли, вот, и вышли с первой строчки. Мэйл сделал такую, скажем так, тему, что первое и второе место не играют между собой на лане, а играют только против третьего и четвертого места, и то, ну, методом шеребевки. Ну, я считаю, как бы, с одной стороны это правильно, с другой стороны неправильно, потому что всегда фавориты, которые занимают первое и второе место, и попадаются на таких ребят, значит, ну, и те, которые думают, ну, третье и четвертое место думают, как бы, мы приедем сюда и проиграем сразу же, потому что те ребята, которые заняли первое и второе место, они очень сильные, да, типа, им не от выхода, как бы, попасть на вторую строчку, то же самое. Ну, у них, как бы, это на морали все. Ну, по сути, это неправильно. А с другой стороны, то, чтобы эта игра была зрелищная, а не в одну калитку, как говорится, и я думаю, все-таки как-то более на стороне Майла я, ну, именно вот это вот, с этой позиции. Вот. Ну, как больше по киберспортивному? Вот как они посеяли? Ну, вообще по киберспортивному это не особо правильно, но если так посмотреть, потому что в групповых стадиях должны попасться, это редкость бывает, когда попадается группа смерти, там, допустим, да, ну, в нашем случае это у нас турнир Open Cup, и он идет, как бы, с одной сеточкой, то есть там его никак, нету таких, знаете, команд, которые там как-то какую-то конкуренцию составят, ну, более там, максимум, там, три команды или четыре. Ну, вот сейчас весной, наверное, будет все-таки поинтереснее, все интереснее. Вот и все. Ну, то есть, получается, в этот раз у нас эксперимент своеобразный, пошли в угоду зрителям и сделали сеянную сетку, по сути, да, вот, и с одной стороны это не очень киберспортивно, и игрокам это меньше нравится, а с другой стороны это понравится зрителям, возможно, зрителей будет больше, и, как бы, дисциплина станет популярнее, и все равно это во благо, да, то есть экспериментальным путем нужно сейчас выяснить, оправданно такое или нет. Вот, это я твой долгий рассказ пояснила и сократила немножко. Расскажите, как вы тренировались, потому что у вас буткэмпы накануне были, да, все время перед, и даже перед осенним капом у вас был буткэмп, а сейчас был буткэмп? Нет, к сожалению, не было, но ребята тренировались очень упорно, то есть, ну, как упорно, единственное, был косяк, то, что они заходили неделю и не смогли никак собраться перед Ланом, но кое-как вроде бы собрались, тренировались, погорели немножечко. Сдал ты вообще с потрохами уси? Ну, а что делать? Такая ситуация у нас, то есть, с этим надо как бы, мы не будем как-то смиренно относиться к этому, то есть, мы должны как-то более собрано быть всегда, то есть, не гореть там, ни каких-то своей личной неприязни показывать, друг к другу, если мы команда, то есть, это, ну, соблюдать атмосферу, субординации, конечно, это главное, как и в любом виде спорта. Надо теперь Дина вопрос задать, он сейчас заскучает и уйдет, я так повернусь к пустому креслу, а его уже и нет. Вот, хотела спросить, курить на сцене. Да? А ты курил на сцене? Ну, электронную сигарету. Да? Понятно, электронные сигареты – зло. Смотрю на майкера в это время. А у тебя с каким вкусом? С вкусом арбузика. Арбузик – это ничего еще. Ну, ладно. Я хотела, знаешь, о чем спросить? Вот у вас, получается, вы фавориты, у вас вроде как все гладко, вы чемпионы прошлого турнира, и вы так, ну, отборочные, вам даже не пришлось приходить. То есть, все хорошо, прекрасно, но это на поверхности, а на самом деле это же груз ответственности. То есть, во-первых, вас серьезнее всех воспринимают, во-вторых, ваши косяки в два раза больше осуждаются и наказываются, и, в-третьих, вы, если на вас такие надежды возлагаются, вы, получается, должны стать чемпионами и в этом сезоне, если не станете, то, как бы, от вас, опять же, критиковать будут, насколько это тяжело вообще игроку, такой груз. Конечно, мне не тяжело, это как-то, как стимул, что ли. Так, я тебе долгий вопрос задала. Ты должен дать долгий, развернутый ответ, поделиться своими эмоциями по этому поводу. Эмоциями? Да я не знаю, я не богат на эмоции, особенно в таком плане. Я как-то собрана к этому. Давление ты не ощущаешь? Нет никакого. И, возможно, в этом, ну, то есть, на тебя вообще, на игру, на твою мораль и атмосфера, и давление, оно, да, вот, твоя хладнокровность помогает в игре или мешает? Да, помогает. Но сегодня я не был хладнокровен. Сегодня я горел. Что сегодня произошло, и что ты горел? Ну, первую игру у меня мышка с рандомной сенсой была, это очень неприкольно. А вторую я играл на мышке другого человека. Моя отказалась. Ну, сейчас говорю... Недавно сменил? Мышку? Да нет, давненько. Это дело не в мышке, это дело, ну, типа, компьютер. Не тот попался, на него программа не хотелось запускаться. Ну, да, распространенная распространенная проблема. Понятно, сколько ты лично тренировался к этому опенкапу? Достаточно. Ну, мы собирались командой ежедневно, укрепляли коллектив, играя в другие игры. Да-да, опять сейчас пошло. Сарказм. Сарказм. Ну, и... Не, мы старались собираться ежедневно, но не всегда у всех получалось. И играли в Хизи, и в КС. Не стыдно вам после этого выигрывать всех? И в Доту играли. Да, я про это. Ну, мы же еще не выиграли, посмотрим. Понятно. А остальные ребята хотят выиграть или хотят больше тренироваться в Доту, в КС и так далее? Не, мы хотим выиграть, конечно же, но... Но стыдно будет выигрывать? Нет. Не стыдно. Окей, хорошо. Вот, кого бы вы хотели видеть, сейчас идет второй полуфинал, кого бы вы хотели видеть своим противникам в финале? Вот так, чтобы по совести и по справедливости кто должен оказаться с вами в финале? Мне кажется, Рокеты должны... Нет, Коварные тоже чертовски достойны. Вот сейчас будет последняя карта все решать, но Рокеты, они как-то ответственнее, что ли, ко всему этому относятся. Ну, в плане тренировок там и прочего. Ну, я думаю, Рокеты. Ты согласен? Абсолютно. Логичная ситуация. Просто Рокеты, они, насколько я знаю, Мефодия и других игроков, они очень ответственны к этому. То есть тренировки, тренировки, тренировки. Они с капитаном паники задроты жесткие. То есть у них всегда это было, когда они еще время играли. Вот. У них постоянно был такой символ, они постоянно тренировки, тренировки. Кто опаздывает, они начинают хейтить жестко там. Вот. Я думаю, они достойны как бы финала, но, как мы видим, игра на 1-1 и на первой карте вообще был 10-10 счет. Это не коварно и очень хорошую игру показали. Они же как приехали на прошлом, они заняли 34-е место. Для них это была как бы проба. Сейчас они более уверены и отлично показывают игру. Сейчас только что пришла вторая карта, где ВХ-шник один на один остался противного оппонента и вывел своих ребят на третью карту. Сейчас будет третья карта и я с удовольствием буду смотреть ее. Это намек был на то, что давайте, давайте закругляйтесь, я хочу посмотреть третью карту. Ну, я так и собиралась в принципе закруглиться. Спасибо большое за интервью. Всегда приятно побеседовать, тем более мы это часто делаем. И в заключение по традиции вы знаете, что делать. А что, я не знаю. Спасибо всем. Не знаешь. Я просто забыл, правда. А, приветики. А, хочу передать привет всему клану, всей организации нашей Arena Stars, всем ребятам, Георгию, Артуру, Русику и всем, всем, кто у нас сидит в TeamSpeak'е, кто сами веждевно играет, общается, видится. Вот. Наших девочек безумно любим, наш состав женский. Дарью, Анну, Настю, всех, 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 кого я знаю. И кого я не назвал, конечно, чтобы не обижались все. Вот. Что еще? Кому привет? Всем good game. обожаю вас. Моему любимому братику, который вот смотрит на меня, Вадиму, Йоде. Вот. Все. Думаю, все, пока. Всем. Я все сказал. Передать привет фасткаперу Вовке и всем, кто за нас топит. Здорово. Спасибо большое за интервью. Сейчас до Майкера дойдет, что интервью закончилось. Он подойдет к камере и выключит. И мы с вами попрощаемся до следующей беседы. Пока. Майкер.